Алтайский край. Как минимум 40% жителей региона проживают в деревнях и селах. А это значит, что уголь для таких людей, как хлеб, продукт первой необходимости. Без него 80% сельских жителей просто замерзнут в своих домах. К слову, мерзнуть уже начали с октября месяца. Возник острый дефицит твердого топлива. Причина пояснил министр ЖКХ Евангелев большой экспортный спрос кузбасского угля, нашего главного поставщика. Поэтому власти вели переговоры с соседом. Месяц спустя это дало плоды. Уголь есть, в принципе, по всей территории края. Иногда бывают где-то перерывы незначительные. Есть где-то, может быть, очереди по записи записаны. Но, в принципе, где-то отсутствие угля в настоящий момент и невозможности человеку купить уголь себе в домохозяйство, таких проблем на территории края нет, за исключением, к сожалению, одного района, это Локтевский район. О замерзающих жителях Локтевского района мы рассказываем не одну неделю. Так, жительница поселка Масальский Наталья неоднократно обращалась в районную администрацию с просьбой наладить поставки. В ее доме уголь закончился около месяца назад. Уголь у нас вот здесь хранится. Угля совершенно нет. Угля нет, топить нечем. Все, что было, уже все вымели. Вот крошечки остались. Галина Петровна сказала, по телефону никаких комментариев не будет. А, почему? Это уже не ко мне. Ну, то есть люди так и будут замерзать, правильно? Это не ко мне, я не в курсе. Ну, вы же тоже там живете. У вас есть уголь? Да, у меня есть уголь. Но спустя четыре дня Галина Петровна все-таки прокомментировала ситуацию в районе по видеосвязи. Правда, алтайскому министру ЖКХ. Двумя предпринимателями, которые торгуют для населения нашего района, они прекратили поставки из-за отсутствия подвижного состава. Значит, пока идет только уголь, но очень маленькие количества. Мы выдаем остро нуждающихся категории граждан по одной тонне. На сегодняшний день вывезли 77 домохозяйств, 98 тонн вывезли. Такого объема хватит всего на неделю тепла. Некоторые отказались от такой подачки. Тем более, тонну угля людям предлагают за 5,5 тысяч рублей, так как никто не отменял доставку. Кстати, половину от стоимости доставки край компенсирует. Правда, лишь ветеранам труда, труженикам тыла, да жертвам политических репрессий. 50% за доставку. Мы все на это обращаем внимание, что она тоже подорожала. Соответственно, в бюджете края на эти цели предусмотрено. И мы, независимо от того, сколько стоит доставка гражданину льготной категории, 50% соответственно оплачиваем. Субсидии на ЖГХ, в том числе и на твердое топливо, которое подорожало за последние 4 месяца в два раза, предоставят и гражданам с низкими доходами. На эти цели предусмотрено более 2 миллиардов рублей, добавила Наталья Оськина. Для этого нужно обратиться в судзащиту по месту жительства. А что касается в целом уторожания угля, то здесь глава Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк просит алтайского прокурора провести проверку. Не превышен ли индекс платы граждан в соответствии с 400-м постановлением правительства? Потому что индекс платы граждан, например, у послава города был всего 6,1, это уже по указу губернатора, и превышения его не должно быть. А дальше, соответственно, коррекции и компенсации должны быть за счет краевого бюджета. Ну и, наверное, надо рассматривать вариант федерального бюджета. Потому что если в целом посчитать, то это будет колоссальная сумма, ну, вот по мнению экспертов, с 9 нулями это точно. Войтюк также добавляет, что проблему дефицита топлива в дальнейшем можно решить лишь на федеральном уровне. Нужно сквозное регулирование, то есть регулирование цены на уровне производителя угля, то есть регулирование транспортных тарифов, да, чтобы они, ну, где-то субсидировались, может быть, как вот по бензину принимается решение на уровне производителя. Ну и плюс, наверное, меры, связанные с оперативным введением таможенных пошлин повышенных, да, как это сделано, например, сейчас в Казахстане, где такая же ситуация складывалась, и определенные схемы квотирования. То есть когда на внутренний рынок обязаны отгружать определенные объемы определенных партий. Таможенная пошлина поможет ливяную долю топлива оставлять внутри страны, а не экспортировать за рубеж. Но эксперты все-таки рекомендуют муниципалитетам, даже когда наладятся поставки, готовить сани летом, запасаться черным золотом до старта отопительного сезона. Палитина Аскерова, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.